всем привет дорогие друзья сам кирилл сакаст и сегодня с марал стайк ворс сегодняшнее видео быть посвящено у нас героем по типу протектора давайте разберемся что же это за героя для чего не нужны и все ли они достойны вашей прокачки для начала протекторы это герои которые защищают наша пати от урона и принимая тем самым весь урон на себя давайте посмотрим какие герои актуальные а какие же нет а перед началом основного контента хочу сделать небольшую рекламную паузу на молодом канале евгеша вас встретит веселый амбициозный и просто хороший парень который снимает разные фейлы баги смешные моменты из разных мобильных игр а также игровые новинки в общем на его канале очень много уюта угара и просто хорошего настроения поэтому на его канал можете смело подписываться и конечно же передавать от меня лично привет кроссбоун один из первых танков по типу злодея протекторы поначалу можно его использовать но дальнейший потенциал теряется очень сильно и как протектор он довольно таки слабый во первых у него нет усиления защиты на старте то есть он просто получает провокацию всего лишь на один ход и эту провокацию довольно таки просто снять он синергирует отлично с бароном зима но барона зима пока не получить это герой который пока недоступен и если бы вы могли играть с ним то кроссборн конечно преображается получает скорость получают усилки защиты основная задача этого танка прежде всего наносить много урона в ауе за счет детонации это не сектор это больше как такой герой который чуть-чуть принял урона а потом взорвался и дал большое количество урона в ауе следующий герой это танос танос конечно это один наверное из лучших танков можно сказать потому что во первых этот танк бальторейка его пассивная способность дает при убийстве вражеского миньона точнее не меня на вражеского персонажа миньона он дает энергию либо себе либо ближайшему союзников по типу космоса то есть этот герой этот танк синергирует с любыми героями по типу космоса потому что это халявная батарейка для них энергия в игре это один из важнейших ресурсов плюс его ультимативная способность это массовый отхил то есть он дано наносит массовый урон и отхиливать тем самым себя плюс под таун там у него огромный резист и большое количество хп единственный минус у него нет усилка защиты но с легендарным героем и по нему либо с другими саппортом которые могут покинуть накинуть него сил от защиты он становится не пробиваемой машиной идеальный герой если вы можете выбить его вначале вам повезет конечно смело прокачивать и потому что раскрывается этот герой просто по максимум плюс есть дальнейшее развитие это черный орден те конечно он показывает не только как он может танковать и как он может дамажить прежде всего страйф танк который ориентирован больше на мутантов злодеев потому что он получает шкалу скорости за каждому тогда злодея тем самым может довольно таки быстро накинуть на себя таун плюс когда пробивают кого-то из мутантов злодеев больше на 50 процентов он автоматически накидывает на себя таун это конечно очень круто проблема этого танка то что он не может не может взаимодействовать с другими героями только мутанты злодеи конечно его основная пачка это мародеры за счет взаимодействия с синестером то есть зловещим в принципе он там конечно исполняет отличную функцию танка но в каких-то солянках брать его просто не имеет смысла и он больше ориентирован именно на середину и late game игру поначалу тяжело это будет как-то с ним взаимодействие все-таки получить по на сцены стак мародеров ну не то что просто но не слишком такая легкая задача поэтому для шкаф к для новичков конечно не рекомендую брать его как какого-то начального танка невидимая леди хоть она считается протектором она не исполняет эту роль то есть у нее нет полноценного таунта и это легендарный герой получается она за счет когда вы набираете пять героев с пятью звездами зловещей шестерки только тогда вы можете получить этого героя прежде всего ориентирована на фантастическую четверку но может спокойно играть на арене и играть в миксапах потому что ее ультимативная способность очень классная это ослабление атаки на два хода плюс она дает барьер от ее хп на 40 процентов это очень круто почему же она протектор потому что нам кидает массовый массовую скрытность массовое усиление защиты и основная фишка то что на одного из наших персонажей подставляет под удар давая ему отражение и иммунитеты персонажа это самым большим количеством хп то есть если это будет какой-то то нас условно накинет все пати в невидимости то нас останется один под отражениями под иммунитетами и будет таким образом исполнять роль танка конечно герой классный и ну 10 минус то что поначалу не получить колосс прежде всего колосс ориентирован на защиту мутантов именно людей x там он раскрывает свой потенциал по максимум единственный минус этого героя это конечно что его нельзя использовать в солянках без феникса без фикс он может играть только в синергии с людьми x потому что он как раз таки дает во первых им отражение и конечно же дает дополнительное хп то есть он конечно ориентирован именно на них если минус этого танка то что без феникса он не получает усиление защиты на старте без усиления защиты довольно таки просто снять с него town потому что его пассивка подразумевает синергию когда у него есть усилок защиты он получает дополнительно плюс 1000 процентов сопротивления то есть его town не снять без усилка защиты довольно таки просто рассыпается но когда на месте усилок защиты town с него конечно town просто проблематично снять не так много героев которые это могут сделать для очков будет подходить только если вы купите стартовый пак который предлагает людей x там конечно будет все хорошо показывать в каких-то солянках не имеет смысла вообще никакого без феникса капитан америка после реворка приобрел второе дыхание но конечно в первую очередь ориентирован на взаимодействие с мстителями первой волны можно конечно использовать солянки этого персонажа потому что довольно таки быстрый плюс накладывает массовое усиление защиты с провокацией и дополнительная батарейка то есть это конечно все в сумме неплохо синергирует плюс откат 3 ход перехода это конечно очень комфортный откат неплохая ультимативная способность может снимать эффекты очень тяжеловато пробивать этого героя за счет того что у него есть его щит капитан америки который помогает ему блокировать урон то есть по таунтам довольно таки не просто вносить этому герою урон то что часто блокируют поначалу можно использовать его в солянках потому что за счет энергии за счет массового усилка защиты и батарейки и конечно же таунта он может синергировать в каких-то солянках но полный потенциал может раскрыть только мстителях первой волны cool obsidian танк который ориентирован на черный орден и параллельно этот герой может танковать живет в основном за счет того что у него есть защита от смерти плюс очень много контратакуют и наносит большое количество урона как сольный танк нигде не играет только играть в черном ордене в каких-то солянках он не имеет смысла но если вы собираете черный орден это конечно уже другой уровень героя как я уже говорил в солянках не имеет смысла страж гидры конечно ориентирован только на защиту именно гидры взаимодействие с красным черепом в какие-то солянках просто не играет не имеет никакой никакого смысла если вы конечно собираете красного черепа то этот танк имеет актуальность если же нет то можете смело пропускать потому что в любых солянках любых миксапах он просто не играет как начальный танк естественно не имеет смысла королевский страж кри такая же история как из предыдущим персонажем стражем получается гидры но есть небольшой плюс то есть этот герой очень быстро ходит и может кинуть таун с усилком защиты почти на старте за счет его скорости у него скорости довольно таки огромная для танка но как сольный персонаж где-то не имеет никакого смысла играется конечно прежде всего в крии внутри сейчас очень слабая пачка и поэтому за счет этого актуальности этот герой не имеет поэтому можете смело пропускать дракс прежде всего ориентирован на защиту стражи галактики его удивительная пассивка помогает ему играть конечно в миксапах за счет того что он получает провокацию на старте то есть он может помочь вам защитить свою пати от каких-то быстрых дэмэдж дилеров по типу карата то есть карат будет ходить и сто процентов стрелять именно в дракса это конечно большой большой плюс для этого героя и за счет этого можно брать его миксапы но поначалу он конечно больше ориентирован на стражи галактики если вы конечно рассчитываете на стражи этот герой мастхэф если вы хотите брать какую-то другую party он пригодится только для того чтобы разрядить какую точку и впитать какой-то стартовый урон пузырь герой который раскрывает свой потенциал очень сильно конечно же в братстве за счет того что может очень быстро получать town взаимодействие с лягушкой то есть у них есть хороший дуэт и даже поначалу можно брать какие-то синергии этого героя чтобы он танковал потому что лягушка очень быстро ходит взаимодействие с пузырем то есть они идут как дуэт если хотите брать пузыря берите лягушку чтобы полноценно раскрыть потенциал танка этого героя больше конечно он ориентирован на урон потому что находится под усилением защиты очень много контратакует и прежде всего конечно рассчитан на братство но поначалу можно брать его даже для того чтобы он танковал только нужно взаимодействие с лягушкой без лягушки он больше как именно как урон они как там не как танк поэтому друзья берите его краски в дуэте ее интересный герой во первых хоть она написана что протектор но она не может впитать в себя урон очень тонкая выживает в основном за счет уклонения то есть герой очень часто уклоняется ее интересная механика позволяет их прежде всего когда нет других протекторов у нас каждый ход когда ходит в рожке оппонента на накидывает на него ослабление атаки то есть в его ход ослабление атаки понижает его урон на 50 процентов то есть понижаем очень много конечно входящего урона по нам плюс герой и счета из нелюдей получают на старте усиление защиты что конечно же круто единственный минус то что она полноценно не может впитывать урон то есть если герой будет сильно просажен она никак не поможет ему плюс дополнительно батарейка для не людей она больше такая как саппорт так скорее чем как полноценный тарк танк можно использовать в миксапах конечно нужно синергировать именно с черным громом там она раскрывать свой потенциал по максимуму тем самым помогая увеличивая урон от первого умения как раз таки призывая на помощь постоянно черного грома в каких-то миксапах как я уже говорил можно и использовать со щитом без капитана америки в принципе неплохая взаимодействие единственно конечно минус что я очень 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 тяжело фармить это конечно огромный минус для этого героя только примки только мегасферы либо донат интересный герой но именно зависит тоже от прокачки джиггернаут прежде всего рассчитан на защиту братства его таунт почти нереально снять потому что он получает огромное количество сопротивления и полезных эффектов то есть за счет этих эффектов за счет того что они огромное сопротивление его таунт могут снять всего лишь пару героев такие как джессика джонс ультимативной способности феникс за счет своей ульты то есть его таунт почти нереально снять это конечно большой плюс героя огромный минус герой то что он медленно ходит довольно таки не просто получить таунт на старте поэтому с братством это конечно сделать проще всего потому что магнета накиды ослепления и тем самым дает время для джиггернаута также огромный минус этого героя это его откаты от таунт откат у него 7 ходов и ультимативно откат также здесь 8 ходов соответственно после того как идут его у него откаты герой остаться просто бесполезным то есть он не может быть ориентирован для рейдов он ориентирован просто на пвп то есть нанесение кого-то урона первые два хода то есть можно конечно использовать на каких-то точках но как полноценного героя в долгую на дистанцию он будет бесполезен поэтому герой интересный но нужно как раз таки понимать куда его брать халк этого героя усиливали уже несколько раз но все равно как полноценный танк он конечно не играет он такой герой который получает таунт если вы случайного пробиваете больше чем например на качество хп он получает сразу шкалу скорости и атакуют вас то есть он больше как нанесение урон нужен конечно сместители первой волны он хорошо синергирует потому что все таки ему дали дополнительные бонусы но как полноценный танк он довольно таки бесполезный в миксапах он не играет и в принципе этого героя можно спокойно пропускать носорог герой в прежде всего ориентирован на нанесение урона они на защиту своего party да у него есть провокация но провокацию довольно таки легко снять плюс нет усилка защиты тем самым просто снимаешь провокацию и он уже не исполняет свою роль танка он ориентирован на нанесение урона со второго с третьего умения больше дамажит по городским героям есть неплохая пассивка может контрить ослепление то есть условно магнета магнета ослепляет и когда ослепление накидает на носорога заполняет ему шкалу шкалу скорости на сто процентов и снимая один отрицательный эффект с нашего party поэтому ты герой больше для нанесения урона чем для защиты kingpin это не полноценный танк это просто саппорт который основная задача это дать ультимативную способность для того чтобы дать усилок защиты и атаки больше этот герой ни для чего не нужен записали в протекторы исключительно из-за того что он призывает миньонов который имеет провокацию миньоны умирают за любой удар от любого героя то есть они могут вообще в принципе танковать поначалу герой довольно таки бесполезный но можно использовать его уже в мидгейме в лейтгейме за счет того что у вас нет полноценного пятого героя то сейчас делать команды как барона зима с четырьмя героями и вы можете полноценно засунуть этого героя туда там он раскроет свой потенциал но не более того то есть это герой который именно заполняет какой-то слот охранится им танк который ориентирован на защиту аима в миксапах не будет играться потому что не будет получать бафы от аима и соответственно в каких-то миксапах просто не имеет смысла очень плотный герой пхп это конечно плюс но для новичка естественно бесполезный страж руки раньше этого героя хотя бы использовали потому что его спецумение позволяло прятать нашу команду в невидимость и тем самым мы атаковали стражу руки то есть наши оппоненты это уже потерял актуальность потому что много героев которые могут накидывать масс инвиз и соответственно это умение настолько актуально плюс атаковать в невидимости стало намного проще поначалу вообще бесполезные в середине и в лейтгейме также не имеет никакого смысла того что рука сейчас переживает не самые лучшие времена люк кейдж танк который ориентирован на защитников если вы качаете защитников это танк для вас за счет того что он кидает усилок защиты кидает защиту от смерти и конечно же может впитать какое-то количество урона в миксапах не имеет смысла поскольку он конечно ориентирован на защитников наемник спецназовец неплохой танк по началу игры для прохождения кампании злодеев за счет того что очень толстый имеет хорошую защиту блокировки то есть понижая его урон также имеет усиление защиты и провокацию с маленьким откатом то есть это конечно по началу очень круто в лейте может и в мидгейме спокойно играться за счет того что есть пачка для здесь пачка с такс мастером для войны альянсов конечно он ориентирует именно туда больше уже для мидгейм для лейтгейма поначалу как уже говорил только для прохождения кампании злодеев это я уже думаю что это для free to play основа потому что сейчас много хороших предложений по донату как можно уже закрыть краски стартовые точки сив герой конечно классно синергирует с детьми асгарда в каких-то миксапах не будет играться то есть если вы собираете детей асгарда то сив это герой для вас есть уже вы хотите брать ее в какие-то другие миксапы это не имеет смысла там она не будет раскрывать свой потенциал поэтому можете ее там смело пропускать амбаку герой который рассчитан на защиту ваканды без ваканды не имеет тоже никакого смысла и сейчас хотя вот сама по себе ваканда она очень слабо ее на это прям редко кто прокачивает она потеряла какой-то вообще смысл то есть я поначалу она была нужна для прохождения ульта с 6 но даже сейчас как бы есть более крутые варианты в лейтгейме это паишка тоже не играется ждем какие-то реворков ждем каких-то апов для этой синергии охранник щита герой который ориентирован на защиту именно щита но раскрывает свой потенциал только с ником фьюри потому что ник фьюри усиливает приспешников щита без него конечно очень слабый герой нужен для полноценного раскрытия потенциала охранника нужно именно взаимодействие с полноценным щитом а именно с ником фьюри без ником фьюри герой не имеет смысла в какие-то миксапы его тоже нет смысла брать но сама по себе пачка щита довольно таки неплохая хоть она сейчас не настолько сильная стала ее используют для войны альянсов в защите за счет взаимодействия с коллсоном то есть нужно много второстепенных факторов как сольный герой не имеет никакого смысла опустошитель борец наверное один из самых слабых героев вообще в игре если не самый слабый к сожалению как танк не имеет никакого смысла нет полноценной синергии и сам по себе очень ну вообще беспонтовый герой поэтому можете смело пропускать так мы последний герой это женщина халк я уже говорил свое мнение про этого героя пока будем тестировать но можете посмотреть как раз таки в последнем видео про обновление которое вышло вот буквально недавно надеюсь вам видео друзья понравилось конечно тяжело говорить про каждого героя именно вкратце чтобы видео не затянулось там на большое количество времени все таки героев много поэтому смело подписывайтесь друзья ставьте пальцы вверх подписывайтесь на мой также второй канал напишите в комментариях что вы думаете на кого сделать из основных классов на кого сделать следующий обзор и друзья до новых встреч и удачи субтитры сделал DimaTorzok